Каждый спасатель МЧС России должен ежегодно подтверждать свою квалификацию. И прыжки с вертолета с высоты 50 метров – неотъемлемая часть этой подготовки. Чтобы десантироваться из вертолета без парашюта с помощью одной лишь лебедки, действия спасателя должны быть отточены до автоматизма. В реальной ситуации работать сотрудникам МЧС приходится в разных условиях – от ураганного дождя и ветра до сложной ледовой обстановки. И думать в эти моменты приходится не только за себя, но и за коллег, которые спускаются следом, и, конечно, за пострадавших или терпящих бедствия людей. Почти каждый год в нашем крае, допустим, Тернейский район зачастую отрезает группы и поселки при наводнении. Кроме Тернейского района, вот у нас был, сами знаете, в прошлом году было большое наводнение. Почти в каждом наводнении используется для эвакуации вертолет, и зачастую приходится эвакуировать людей без посадки на землю. Тренировка с участием спасателей Дальневосточного и Сибирского поисково-спасательных отрядов, а также летного состава Хабаровского и Сибирского авиационных спасательных центров, запланирована масштабная. Вместе с авиацией сотрудники отрабатывают посадку, высадку, парашютное и беспарашютное десантирование, эвакуацию пострадавшего при использовании лебедки, погрузку оборудования, а также тяжелой техники в различных типах воздушных судов. Отсюда много пришлось, что решили? Не так много, может, 30-40. В этих отрядах молодежи немного, все спасатели с большим стажем и опытом работы в тяжелых полевых условиях. Самый характерный пример из десантирования. У нас три года назад на Алтае в результате наводнения разрушилась вся инфраструктура в нескольких поселках, и больше ста человек было вывезено именно вертолетом. И самый такой запоминающийся – поднимали маму с ребенком одного года. То есть под таких детей никто не делает системы, и его поднимали за пазухой. Главная задача сегодняшних учений – подготовить оперативные службы к паводковому и пожароопасному периоду. Спасатели, медики, летчики и другие специалисты в экстренной ситуации должны работать как единый организм. Поэтому нынешние тренировки в этом сезоне первые, но далеко не последние в году. Светлана Садова, Игорь Болтов. Новости на восьмом.